друзья всем привет и с вами я михаил шилов автор проектов 3w budushin.ru 3w budublog.ru и 3w makevara.ru а также 3w drshilov.com в этом видео подкасте я хочу рассказать вам вот о чем эти подкасты про мелочи про полезные важные мелочи но сегодня я хочу рассказать вам про вещь которую трудно мелочью назвать хотя совсем она небольшая это вот такая вещь сейчас я вам объясню что это такое это видеокамера она непростая то есть action камера почему она так называется да то есть камера для как бы действия да то есть акция камера эта камера она очень многофункционально раньше такие вещи были просто недоступны до для забывателя сейчас в принципе их можно купить просто-запросто такой каламбур чик делают их везде в китае например том же самым стоит они совершенно не недорого наверное там здесь у нас конечно подороже но если качество конечно выбирать получше то тоже стоит они не очень дешево забегу вперед сразу скажу что вот эта камера стоит в районе чего-то там около десяти тысяч рублей вот но скажу вам так для меня она окупается полностью чем же она хороша так ну это full hd камера очень маленькая но самая фишка и и заключается не в этом она крепится может закрепляться на руль велосипеда кронштейны специально есть на шлем на плечо на руку очень много приспособ различных до куда можно закрепить ее они уже придуманы специально на руль то специальный кронштейн и до нашли специальный кронштейн и суть ее в том что она не боится там нот ударов то есть ее можно ронять в общем-то и ничего не будет с ней второе у нее не запотевает объективы линза то есть так устроено тоже что она не запотевает у нее есть экранчик да то есть можно посмотреть что вы снимаете снимает она очень классное фото причем широким углом снимается так что захватывает все если от себя снимать на расстоянии в трех метрах то человека в полный рост она захватывает и вообще прекрасного конечно будут искажения по краям ну как широким углом это всегда бывает но никаких проблем да я если подальше то все очень четко я даже затрудняюсь вам сказать сколько мегапикселей в ней но что-то больше 12 это точно вот как я уже говорил что она снимает на полный full hd она совершенно не боится воды это камера герметично то есть она закрывается но так раскрывается туда вставляется значит карточка памяти и здесь же есть весь пульт управления этой камерой сюда можно вставлять видеовыход микрофон слоты для подсоединения к телевизору usb через usb можно заряжать так и коммуницировать с компьютером закрывается и вся навигационная панель она находится вот здесь то здесь можно переключаться между режимами фото видео кучу настроек менять то есть управлять полностью дисплеем воспроизведением все что хотите вот она сделана из такого материала прорезиненного то есть из рук она не вывалится даже если руки сырые будут если даже они будут плотные жирные то ничего не случится и вот именно этим она меня и выручает мне многие кстати вопросы задают о том а на что я снимаю свои видео часто когда вот ну съемки на улице бывают там на телефон может айфон там или на что-то еще так вот я хочу сказать вам что ни один айфон вам не сможет обеспечить вот всю ту полноту и качество съемки которые может дать вот эта камера и вы телефон будете беречь вам с ним будет неудобно линза у него будет запотевать он большой то есть не предназначен он для вот этих всех вещей и когда люди говорят не часто я на iphone снимаю мне говорит о том что они снимают себя в экшене не в тех событиях до когда это реально классные события а потому что не воспользуешься телефоном тогда когда на тарзанке едешь там зацепившись двумя руками например вот ничего не получится когда катаешься на лыжах это может упасть все в снег с трамплина прыгаешь в этот снег падает падал и в грязь и в снег и в воду охоты когда подводные занимаюсь я то я снимаю вот на эту камеру все она выдерживает абсолютно все вот поэтому я очень вам всем эту штуку рекомендую если вы хотите себя запечатлеть в те моменты когда вы занимаетесь со спортом вдыхайте со своими друзьями с детьми женами вот охота рыбалка охота подводная мотокросс велокросс бег катание на лыжах горные лыжи ну все вот штука просто незаменима что касается как ее подобрать вот об этом да в общем-то сам суть подкаста моего то есть о том что штука нужно я пояснил и те кто понял тот понял если посчитал что нужно нужно ему он это понял теперь я поясню для вот этих людей как такую штуку подобрать дело в том что они есть очень разные как я сказал эта камера вот вот это именно она сама по себе водонепроницаемая причем кстати звук она пишет очень хороший я так и не догадался как устроен микрофон в этой камере ну как-то хитро сделан так что вода не попадает то есть отверстий вообще никаких нет она герметично закрывается вот на эту защелку вот значит она водонепроницаемая на самом деле есть масса всяких экшн-камер которые водопроницаем и у меня была такая для таких камер продается специальный чехол такой как бы кожух как для подводной фотосъемки например да видели наверно фотоаппарат убирается в такой специальный конгруентный чехол у которого есть все приводы и и этой камерой можно пользоваться хотя она в таком плексиглазовом корпусе вот и эти камеры они тоже такие бывают хочу сказать что не ice то есть не лучший вариант и вот дело в чем да такой кожух камеру защищает полностью но любое соприкосновение с этим плексиглазовым корпусом она дает звук который записывается через микрофон в эту камеру поэтому постоянно какие-то шорохи вот вы просто по камере подвигаете уши мы будут просто немыслимая а звук сам проходит хуже он искажается ветер дует камера шумит потому что даже с трение воздуха и видимо пыли по кожуху она уже сам звук издает намного сильнее чем звук который например человек ну говорит получается накладка просто вообще никакая то есть очень плохо слышно а если выру и еще в руках это дело держите таким то образом еще пальцами шевелите перехватываете то вы кроме шороха слышать вообще ничего не будете поэтому камеру нужно выбирать такую чтобы она была сама по себе без всяких кожухов вот это существенно делает и дороже раз в полтора то точно но это решает второй момент не все далеко камеры начнем сзади вот такой дисплей это очень плохо потому что в принципе вы можете камеру запустить но вы будете очень много времени тратить потом на редакцию то есть потому что вы не знаете что вы засняли особенно когда снимаете фото здесь же можно все посмотреть вот что этот режим можно посмотреть который вот у вас есть в тех камерах которые без экранчика там надо по звуку значит ориентироваться и будет индикаторы какие-то но вот у меня была там еще надо по звуку она там два раза пикнул это фото там один раз пикнула это видео здесь это тоже есть но здесь еще можно все посмотреть и в экранчике то есть все это визуально видно на руле велосипеда стоит она я прекрасно вижу что происходит причем чтобы не расходовалась очень большое количество значит энергии у его можно выключить или можно так его настроить что он сам выключается через определенный период и и нажатием клавиши любой он активируется снова просто можно так настроить и камеру тут масс настроек что он будет реагировать что будет реагировать на движение то есть начали выдвигаться камера начала запись прекратили движение на через пол минуты выключилась скажу честно я не пользуюсь таким режимом потому что часто именно и без динамики снимаю а наоборот вот стал остановился там снял а потом ей конечно минимальный период но все-таки требуется для того чтобы запуститься да чтобы она заработала вот поэтому когда она постоянно работает она запускается молниеносно если из вот такого спящего режима это занимает буквально пол секунды в эти пол секунды может и произойти то что мне было нужно так успею я нажать да ну сделать фото а так не успею на пол секунды будет активироваться столько и потом я только смогу сделать фото а уже событие прошло так что вот я пользуюсь лично такой я даже не буду вам говорить что это за марк я даже не знаю если честно говоря но ее привезли мне над из гонконга то есть ее заказали и она прилетела вот так то она выглядит мне лично такая очень нравится другая тоже была какая-то китайская она сама по себе была неплохо и снимал тоже очень хорошо но этот кожух просто все портил хотя она была полегче так что вот с друзья для тех кто хочет запечатлеть свои события именно динамические такие события да не тогда когда вы можете достать зеркалку и там зафотка все что хочется а именно снять себя друзей в самых неожиданных местах и чтобы вам удобно было используйте экшн камеру любую я вам очень рекомендую пользуйтесь удачи